В сезонный бум у штурвала городского строительства встал новый капитан. Сегодня к своим обязанностям в должности заместителя, руководителя исполкома, начальника управления архитектуры, городостроительного и жилищного развития приступил Ильдар Ахматгереев. И сразу в бой. В этом году набережным челнам республика выделила более 1 миллиарда рублей на строительные работы. Кто и где трудится, не покладая рук уже сейчас, узнала Елена Портнова. Город превратился в одну грандиозную стройку. Сразу в нескольких районах кипит работа. 17 мая подрядная организация приступила к освоению 180 миллионов рублей, которые выделила республика на новый мост через Челненку по улице Титова. Из-за работ дорогу здесь закрыли до 30 октября. Месяц уйдет, чтобы разобрать мост. Остальное время строители будут возводить новый двухполосный. Ширина проезжей части 10 метров. Еще полтора отведено по проекту на тротуар. Для пешеходов уже тут построили временную переправу из дерева. Жарко сейчас и на строительстве трамвайной ветки. Город в этом вопросе обошелся без кредитов. В сентябре прошлого года челнинские власти встречались с представителями Европейского банка реконструкции и развития. Он был готов предоставить 800 миллионов рублей. Но на помощь пришла республика. 530 миллионов рублей выделено из ее бюджета. Без жертв при строительстве не обойтись. На пути у трамвайной линии встали 6 торговых павильонов. Но как еще в конце марта на пресс-конференции говорил главный архитектор города, проблем с ними не будет. У всех владельцев в договорах указано, что земельный участок сдается в аренду только до начала строительства. Линия пройдет от 16-го комплекса по проспекту Сембике до Дружбы народов, далее по проспекту Мира до 4-й поликлиники, где и соединится со старыми путями. На всем протяжении появятся 11 остановок с павильонными и электронными табло, отображающими время до прибытия следующего вагона. Новая трамвайная линия, хорошо забытая старая, она значится в генеральном плане города с 70-х годов. Однако особенно остро вопрос ее строительства стал несколько лет назад. Но только сейчас, в 2014-м, нашлись средства. 6 километров путей соединят Новый город и поселок Зябь. 75 рекламных счетов также попали под строительную руку. Часть из них уже демонтирована, другая перенесена. Появление новой трамвайной ветки разгрузит автодорогу и увеличит годовой пассажиропоток электротранспорта. Как минимум на 7 миллионов человек. Строительство должно быть завершено в конце года. Ответственность за это легла на плечи нового начальника управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития. Ильдару Ахмедгарееву придется решать и более сложные вопросы. Одним из серьезных задач и проблем перед нами стоит строительство жилья по социальной ипотеке. Если мы раньше смогли предоставить земельные участки, на великому сожалению, уже практически земель в городе не остаются. А программа социальной ипотеки нам очень важна. Поэтому, по словам мэра, актуальна программа строительства города-спутника в 15-20 минутах езды от набережных Челнов. Уже сегодня надо определяться с планами и приступать к работе в этом направлении. Ведь автоград уже взят в кольцо. С одной стороны промзона, с другой – КАМА. Елена Портнова, Дмитрий Кравченко, Андрей Послаков. РНТВ. Набережные Челны.